Всем привет и добро пожаловать в бодрое утро с Викторией. Дорогие друзья, сегодня мы с вами приехали в замечательный такой город, который называется Эблидсофт. Это, как всегда, туристическая жемчужина Дании. И мы от города Эблидсофт отъехали буквально 10 километров. Сзади меня находится редкая достопримечательность. Это остатки дворца, руины, который строил король Эрик Мэнвилл в 1313 году. И вот здесь очень много туристов, особенно летом, но и сейчас идут прямо много людей насладиться вот этой достопримечательностью. Даже такая, знаете, как бы символика у нас. Я должна ответить на один из вопросов моих клиентов, как всегда, да, моих любимых учеников. И этот вопрос мне задала одна из моих учениц из Калифорнии, ее зовут Зоя. Она задала мне вопрос, что такое старость и в какое время начинается эта самая старость. И я немного задумалась, потому что в своей книге я пишу о здоровье женщин 35 плюс и поделила как бы на категории такие возрастные, да. А когда моя ученица задала мне этот вопрос, я действительно начала думать, а что такое старость? Когда она начинается? И вот хочу вам рассказать такую историю. Мы сейчас с моим мужем отдыхали и посетили родителей моего мужа, которые живут в этом самом городе Эблицовт, который находится 10 километров отсюда. И вот моя свекровь любимая, которой сейчас 83 года. А теперь послушайте, какая она активная и чем она занимается. Ее зовут Кирстен. Так вот, Кирстен вчера со мной прошла 10 километров легко. Моя Кирстен любимая, она играет в гольф два раза в неделю, она играет в бридж два раза в неделю, и раз в неделю она работает волонтером в сафари-парк. Это просто уму непостижимо. Этот человек полон энергии, она радуется жизни каждый божий день. Мало того, она ведет бухгалтерию моего мужа-брату, который имеет ювелирный магазин в центре города. Я не хвастаюсь, я просто хочу подчеркнуть. Вы можете себе представить этот товарооборот, в котором королевский двор заказывает ювелирные изделия. И вот моя Кирстен, 83 года, ведет для него бухгалтерию. Еще моя Кирстен ведет бухгалтерию для сестры моего мужа, у которой импорт вина из Франции, магазин винный и свой ресторан тоже в центре города, который называется Рибы. Вот как можно проводить свою старость? Я считаю, что она молодее, чем порой бывают люди в 30 лет. Моя мама тоже хороший пример. Моей любимой маме будет 78 лет в этом году. Так вот, моя мама, она медитирует каждый день. Она разбирается в iPad, в iPhone. Она следит за жизнью каждый божий день. Она знает все новости, какие происходят в мире и на планете нашей. То есть, понимаете, к чему я вас призываю? Дорогие мои, еда, вода и активность. Вот эти три компонента, о которых я вас всегда прошу выполнять и делать вот эти правила. Гуляйте, дышите, впечатляйтесь вот этими красотами. И когда вы будете активны, вам не страшна никакая старость. Ну, естественно, здоровье прежде всего. Это тоже, о чем я вас постоянно прошу. Заботиться о своем здоровье. Но если вы будете хотя бы раз в день, вдумайтесь, гулять по часу, ваша жизнь продлится на 10 лет. Это уже научно доказано. Так что, дорогие мои, что такое старость? Все в ваших руках. Главное, чтобы у вас, как я сказала, было крепкое здоровье и желание жить. И все. И будет у вас прекрасное настроение, и будет прекрасная старость. Только вы решаете, когда она наступит, в каком возрасте. Дорогие мои, спасибо, что вы посетили меня в очередной раз. Спасибо за вопрос, Зоечка, который вы мне прислали. Дорогие мои, подписывайтесь, лайкайте, задавайте свои вопросы. И в следующий раз мы встретимся на моем бодром утре в каком-то другом месте. Всех вам благ, здоровья, счастья и любви. С вами была любящая вас Виктория. Пока!